Всем привет и добро пожаловать на мой канал! У меня очень давно здесь не было и произошло уже много разных событий, особенно уже мы находимся на третьем этапе выхода из эпидемии. Это для нас очень важно, для каждого. Я думаю, что мне не нужно рассказывать, что сейчас происходит, что сейчас открыто, что нет, потому что каждый из вас следит за новостями, так как мы все зависим от выхода из эпидемии, то ли это будет работа, то ли учёба, то ли просто пересечение границы. Давайте сегодня поговорим о нововведениях, о каких-то изменениях, актуализация в законах. Если вы читали посты, то вы, наверное, уже всё прекрасно знаете. Если нет, то мы сегодня поговорим об этом с вами в видео. Итак, давайте я начну сначала с первого, то, что планируется. Планируются с 1 июля такие специальные пособия, боны для работников. Первое – это 1000+, бон туристический, так как, наверное, туристическая сфера пострадала самым больше, она открывается только в четвёртом этапе, и то неизвестно, как скоро они откроются, как скоро возобновятся поездки. Поэтому государство придумывало такой закон, придумывает точнее, и обсуждает такой закон, как 1000 злотых бон для работников, которые будут трудоустроены, которые трудоустроены на умове опрации. Единственными критериями, которые ещё будут, это, чтобы ваш доход не превышал 5200 злотых брута. Вы должны также подписать умову опрации. Я также думаю, что для иностранцев будет важным критерием иметь всё-таки карту временного попыта с доступом к рынку труда. Но я не буду говорить, что это 100% информация, так как будем ждать уже к концу июня, будут известны все критерии и все нюансы по поводу получения такого бона. 90% данного бона будет финансироваться с государства, а 10% будет финансировать работодатель. Сейчас много разной информации, которая рассказывает, что если работодатель отказывается финансировать, дофинансировать такой бон, то вы тогда его не получите. Опять же, я не буду верить во все слухи, можно так сказать, газетные истории, потому что это ещё не 100%. Но на самом деле вы сможете получить такой бон. И получать такой бон мы сможем каждый год по 1000 злотых. И срок действия такого бона будет 2 года. Единственное, что вы сможете воспользоваться таким боном на территории Польши, то есть оплатив какую-то поездку, мероприятие, то, что будет происходить именно на территории Польши. И следующим этапом, следующая помощь, пособие – это 1500 плюс додаток Мешканёвой. Что это означает? То есть те люди, которые остались на территории Польши, которые находятся в трудной ситуации. То есть если ваш доход в семье не превышает чем 175% от минимальной пенсии в стране, то есть это около 2020 злотых брута, либо же если вы один, то есть у вас нет здесь семьи, то ваш доход не должен превышать 125% и на 2020 год это 1500 злотых брута. Также вы должны соблюдать нормативные критерии помещений. Если вы живете сами, то жилье ваше не должно превышать 35 м2. Если это семья из двух человек, то ваше помещение от 40 м2. На троих это от 45 м2. На четверых это от 55 м2. И на пять человек это от 65 м2. Здесь тоже еще не до конца ясно, кто сможет воспользоваться таким видом помощи, таким видом пособия. Но единственное, что могу вам еще сказать, что если у вас трудности при оплате чженша на территории Польши, если вы сейчас находитесь в критической ситуации, да и вообще если вы не будете находиться, то каждый из вас может оформить так называемую субсидию на территории Польши. Он называется додаток Мешканевый. Если вы проживаете самостоятельно, то есть у вас нету семьи на территории Польши, то ваш доход не должен превышать 1800 на человека. Если же вы все-таки проживаете семьей, то ваш доход не должен превышать на одного человека. Это 1287 злотых с копейками. Все данные я вам оставлю в инфобоксе, так что если что, открывайте инфобокс и посмотрите там более детально. И следующим критерием, это самым главным, вы должны иметь законное право собственности на квартиру. Но в нашем варианте это, конечно же, либо аренда, либо субаренда. Если пособие будет рассмотрено положительно, то вам будет выплачиваться такая субсидия на протяжении 6 месяцев. Максимальная сумма пособия в Гданске это 507 злот. На такую помощь вы можете подать в центру Швячен. Из документов нужно приложить, конечно же, заполнив внесы, которые должна подписать сплутельная Мешканёва. Но вот так как сейчас карантин, то можно без их подписи подать такое заявление. Актуальный аннекс Дженшовый. Этот документ можно взять у хозяина квартиры. Также важные ваши документы. Это паспорт, карта временного побыта с доступом к рынку труда, виза 0,5, либо же 0,6. Также вам нужно будет взять подтверждение с ужин до мяса о количестве проживающих людей в данной квартире. И срок рассмотрения такого дела от 1 месяца до 2 месяцев. Вот таким вот способом можно будет оформить себе данную субсидию. Все внески, ссылки я вам оставлю в инфобоксе. Теперь, что касается изменений, актуализации по поводу работы для иностранцев. 16 мая произошла актуализация в законе по поводу работы иностранцев на территории Польши. Что это значит? У иностранцев, которые заканчиваются разрешения на работу, например, ошведшение зазволения тип А, зазволение тип С, карта побыта временного, карта побыта на побыт и працу, карта резидента, то есть все виды легальных документов на территории Польши, виза, биометрия, если у вас это все заканчивается, и вы были на территории Польши до момента объявления карантина, то ваши документы продлеваются до окончания эпидемии, то есть когда государство уже скажет, что все, эпидемия окончена, у вас еще будет плюс 30 дней для того, чтобы, не знаю, например, либо подать документы на карту временного побыта, либо же выехать из страны, то есть никто не будет за это депортирован. Также произошли еще обновления в законе, что люди, которые работают у своего работодателя и имеют разрешение на работу, например, на официанта, но у работодателя на данный момент нет такой работы, а у него есть работа, например, помощь в складах, помощь при упаковке, либо же работа на продукции, то вы имеете право идти от своего работодателя на другую работу, независимо от того, что указано в разрешении на работу. Это сделано было для того, чтобы спасти таким способом работодателей от банкротства. Также работодатели имеют право снизить вам часы работы, что влечет за собой снижение заработной платы. Но помните тот факт, что работодатель не имеет права вам выплачивать меньше, чем минимальное краевое на территории Польши. То есть он вам может урезать часы, но заработная плата у вас должна быть не меньше, чем минимальное краевое. И максимальное, насколько он может вам урезать часы, это только на 20%. Также вы можете быть переведены с целого этата на полэтата, с полэтата на три четвертых. Либо же вообще работать дистанционно от работы, то есть не выходя из дома. Такие были актуализации, но в интернете, как всегда, гуляют разные информации. То, что сейчас можно работать у любого работодателя без разрешения на работу, это неправда. Ребята, не поддавайтесь таким уловкам, потому что всё-таки сейчас законы так быстро меняются, что я очень переживаю, что в итоге скоро мы, после того, когда объявят окончание эпидемии, показатель от страж граничной статистики вырастут о депортации. Это потом будет следующая тема, сколько людей депортировано и сколько людей работало нелегально во время эпидемии. Что касается подачи на карту временного побыта, многие воеводства, многие ужинды по делам иностранцам начали работать, только принимают сейчас, если вы запишетесь электронно, либо же договоритесь со своим инспектором по телефону, либо же через электронную почту. Я вам также оставлю информацию по поводу поморского воеводства, как договориться на встречу с инспектором, куда вы звоните и куда высылать документы. И последнее, это по поводу пересечения границы. Вы, наверное, тоже знаете, что пересекать границу могут только те люди, которые имеют визу, имеют карту временного побыта с доступом к рынку труда, то есть едут по работе, а также члены семьи, карта поляка, сталый побыт, карта резидента Евросоюза, но вы обязаны пройти обязательный карантин 14 дней, которые не можете выходить, если выходить из дома. Если же у вас нет места, где вы будете пребывать, то даётся специальное помещение от государства, также идёт трёхразовое питание. Многие попадают в очень хорошие условия, другие попадают в условия хорошие, но не с очень хорошей едой. Но, знаете, когда еда бесплатная и жильё тоже на 14 дней, то я думаю, что можно это перетерпеть. Если вы хотите ехать на территорию Польши по биометрическому паспорту, то можно только в том случае, когда у вас будет на руках разрешение на работу, а также письмо от работодателя, что он вас ждёт, именно он вас ждёт конкретно на работу. Тогда вы можете тоже пересечь границу. И не забывайте, что вашей биометрии должно быть достаточно для того, чтобы пройти, во-первых, карантин, во-вторых, чтобы отработать на территории Польши. Ну и последнее, что я вам хочу рассказать, это по поводу дофинансирования, то есть по поводу денег, пособий на постоёвы и опекунши. Опекунши продлены до 14 июня, поэтому если вы хотите ними воспользоваться, если вы трудоустроены на умове опрации, либо же оплачиваете складку хоробовую, тогда вы можете... Что касается постоёвых, то первый раз для вас может подавать работодатель, вы также можете самостоятельно подавать документы. Я вам рассказывала это в предыдущих видео, вернитесь на мои предыдущие видео, посмотрите, как подать документы. А что касается уже второго и третьего раза, то вы подаёте самостоятельно документы в ЗУС, либо же почтой обычной, либо же оставляете документы в почтовом ящике в отделении ЗУС. То есть работодатель вам уже на второй и третий раз не обязан подавать документы. И помните тот факт, что после первого раза, когда вы получаете дофинансирование от государства, должно пройти ровно 30 дней, и только после этого вы можете подать на следующие постоёвы, и так максимально три раза. Поэтому эти нюансы помните, вся информация есть на сайте zus.pl, также там есть внёски и список документов, которые нужно прикрепить. Помните, единственный момент, что без разницы, куда вы отправляете документы, в ужин, в място, в скорбовый, либо же по делам иностранцев, лучше всего упаковывать ваше письмо с подтверждением на дань, а также с жёлтой карточкой, о которой я рассказывала вам в предыдущих видео. То есть, это будет вам подтверждение, то, что ваши документы уже приняты, и они находятся на рассмотрении. То есть, у вас всегда это будет карточка при себе, и вы будете так спокойны, будете знать, что ваш пакет документов попал в нужные руки к определённому инспектору. На этом у меня сегодня и всё. Спасибо, что вы сегодня были вместе со мной. С вами увидимся уже совсем скоро, в следующих видео, и всем пока-пока.